Губернатор Ямал-Нинецкого автономного округа Дмитрий Артихов в своем аккаунте в социальной сети Instagram накануне вечером пообщался с ямальцами. Прямой эфир начался с ответа на вопрос о дорогах. Он беспокоит жителей из разных городов и районов округа. Губернатор отметил, что в этом году из бюджета на строительство и благоустройство дорог выделяют значительную сумму. Кроме того, в этом году Ямал присоединился к национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого до 2024 года улучшить качество автомобильных дорог и привести их в соответствие с нормативными требованиями. Говоря о безнадзорных животных, Артихов отметил, что создавать хорошие приюты для собак необходимо, причем делать это нужно не руками чиновников, а искренне заинтересованных в этом людей. Губернатор, с сожалению, отметил случай нападения бездомных собак на людей, особенно часто происходящее в поселках. Артихов не сторонник жестких мер в этом вопросе. Наоборот, глава региона видит решение проблемы в создании инфраструктуры и центров для бездомных животных. Многие ямальцы интересовались земельными участками для многодетных. Губернатор отметил, что в условиях севера подготовить участки, отсыпать дорогу, обеспечить инфраструктурой стоит недешево, потому альтернативой станут выплаты для приобретения жилья. Напомним, глава региона является активным пользователем соцсетей и регулярно ведет страницы в Инстаграм и ВКонтакте. Он неоднократно называл этот инструмент наилучшим для анализа проблем действительно волнующих ямальцев. На основании вопросов и пожеланий, присланных в соцсетях, были приняты многие решения. Например, реализована льгота на покупку авиабилетов для многодетных семей, упрощен порядок получения многих мер социальной поддержки, а также решены точечные вопросы конкретных граждан. Молодежное правительство Ямала запустило новый медиапроект под названием «А у нас во дворе». Жители региона могут рассказать интересные истории о городах и селах округа. Программа посвящена лицам, внесшим значительный вклад в развитие округа, сообщает правительство арктического региона. Главная цель мероприятия заключается в том, чтобы жители узнавали, как проходит благоустройство в различных населенных пунктах. В соцсетях будут публиковаться интересные рассказы о соседях, а также сельской и городской средах. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в медийном мероприятии. Важно, проект не создан для получения обратной связи по работе сферы ЖКХ. Команда молодежного правительства региона рассказывает о людях, чей вклад в развитие Ямала является достойным примером. Предлагается несколько рубрик, в том числе «Герои нашего двора». Здесь рассказываем о тех, кто внес и вносит заметный вклад в развитие региона, но мало знаком общественности. Арт-двор. Описываем дворы, которые украшаются самими жителями, а также о тех, кто занимается таким творческим благоустройством. Молодость двора. Рассказываем о молодежи, неравнодушной благоустройству. Дворовые истории, интересные события, например, День соседа и другие добрые истории и традиции. Молодежное правительство Ямала приглашает жителей и гостей округа к активному участию в проекте через социальные сети. Вконтакте, Facebook, Instagram и Одноклассниках. В селах Мыскамены и Новый Порт прошел первый этап фестиваля искусств и творчества «Дыхание Арктики». Благодаря событию жители арктических сел смогли посетить мастер-классы преподавателей из Тюмени и Салихарда по различным направлениям творчества, в том числе и современного. Участвуя в творческих лабораториях, ямальцы познакомились с тонкостями и спецификой разных направлений, смогли научиться правилам поведения на сцене и раскрыть свой творческий потенциал. Мастер-класс по битбоксу провел победитель главной премии шоу-бизнеса Уральско-федерального округа «Призвание артист-2018» Сергей Черня. Преподаватель кафедры музыкального искусства эстрады Тюменского института культуры, певица и лауреат различных международных всероссийских конкурсов Татьяна Головина всех желающих обучала вокалу. Гости Салихарда, мастера по декоративному прикладному народному искусству Нина и Виктор Ядни, провели мастер-класс по игре на варгане и резьбе по кости. Школьники остались в восторге от программы фестиваля, каждый из них определился, что для него значит дыхание Арктики. Для меня дыхание Арктики – это, не знаю, некое исполнение моей мечты. Я давно хотела в нем поучаствовать, просто в сентябре я приехала поздно, у меня не было такой возможности, поэтому я только видела фрагменты видео, где участвовали мои друзья. И поэтому для меня это был очень здоровский опыт поучаствовать в нем. Это новые возможности, в которых можно проявить себя, свой талант, как-то, ну, чему-то новому научиться. Я ходил на мастер-класс по битбоксу, запомнилось в принципе все, было весело, и мы изучили много нового, ну, как сделать те или иные звуки ртом. После работы в творческих лабораториях мыскаменцы и новопортовцы смогли определиться с направлением, подать письменную заявку на участие и начать подготовку к конкурсному этапу. Следующий этап фестиваля дыхания Арктики пройдет в сентябре. Напомню, фестиваль искусств и творчества дыхания Арктики впервые состоялся в селе Мыскаменный в сентябре 2018 года. Это новый проект, реализованный в рамках программы социальных инвестиций «Газпромнефти. Родные города». Участниками конкурса талантов стали жители ямальских сел Мыскаменный и Новый Порт. Более 60 человек в возрасте от 4 до 52 лет. Для 11-ти классников это один небольшой шаг на пути во взрослую жизнь, но это еще не конец школьной эпопеи. Впереди их ждет важное испытание, итоговая аттестация. Большинство из выпускников уже строят планы на поступление в высшие учебные заведения. О том, чем школа стала для ребят, какие чувства они испытывают в преддверии выпускного экзамена, поступления в вузы и о планах на будущее. Мы поговорили с будущими выпускниками. Какой видят свою послешкольную жизнь современные 11-классники? Смотрите сегодня вечером на канале ЯТВ.